Уважаемые дамы и господа, шоу профессиональных боёв продолжает ММА или смешанное единоборство. Представляем вам двухраундовый бой в среднем весе. Клавный судья Игорь Демидов, судью ринга Игорь Борожцов и Роман Кубрак. С ударом гонга ваш рефери Геннадий Зуев. И в красный угол добро пожаловать боец из Украины. Приветствуйте Евгений Фанпенко! И опять бой в международном статусе. Боец из Украины Евгений Фаненко. Он сейчас подходит к рингу. Мы сегодня видели уже англичанина, видели болгарина, видели белоруса. И вот сейчас украинец. Надо сказать, что Евгений Фаненко мастер спорта Украины, естественно, по панкрециону и боевому самбу. То есть он именно, то есть не выходит с какого-то ударного единоборства или с борьбы. И он изначально боец смешанных единоборств. Потому что панкрецион это один из видов, так сказать, смешанных единоборств. И у него серьезный послужной список 24 профессиональных боя. Правда, примерно 50 на 50. 24 боя провел, 13 выиграл, 11 проиграл. А его соперник Василий Царьков по прозвищу «Цунами» должен быть хорошо известен любителям смешанных единоборств. Он участник двух или трех даже, по-моему, турниров «Файт Найтс». Правда, вот не последних серий. Он выступал на втором, третьем я точно видел. Трех первых. Это парень был один из главных хедлайнеров непосредственно этой компании. А вот, друзья, все пошло не по плану. Василий Царьков занят. Он дверь из гримёрки выбивает. Я ее лавочкой подпер. Я решил, что биться буду я. Видите? Комическое вступление такое. Николай сказал, что биться будет он. Но это, кстати говоря, что... Я думаю, что он кое-что мог бы показать. Потому что в юности, я точно знаю, своих друзей из «Пирами», он занимался «Кёкушином». Здесь серьезные турниры, серьезные бои, дорогой. Я понимаю. Я не знаю, сколько по правилам ММА, а по правилам «Кёкушина», я думаю, что... Что? Что надо мне делать? Я тебе предлагаю альтернативу. Может быть, ты нам что-нибудь танцуешь. Может быть, твой любимый танец «Страсти» и «Огья» по Садову? По-моему, он уже на «Файт Найтс» как раз сражался с Василием Царковым. Ну ладно, так и быть. Танец «Страсти» и «Огня»! Евгений Фоменко точно участвовал. Танец «Страсти» и «Огня»! Танец «Страсти» и «Огня»! По Садову! Наверное, бой некий реванш. Вообще нас сегодня ждет один реванш, но в следующем поединке. Вот, к сожалению, Максим, не могу, не могу сказать, что я не дополню. Я не знаю, показывает ли наши выигры, но это, наверное, тот самый танец, в котором он выступал в одной из серий, в одной из серий реальных пацанов, где он ходил на танцы вместе с такими взрослыми участниками. Но... Друзья, я думаю, что это не стоит комментировать. Этим надо просто наслаждаться. Просто наслаждаться. Знаете, кому я сейчас вот... Все это, конечно, весело, друзья, но вот я смотрю сейчас на Евгения Фоменко, который стоит в углу, разогретый, он вышел в ринг. На улице, я так и повторюсь для тех, кто не сначала смотрит, на улице вообще идет проливный дождь снаружи нашего шатра. А тем временем к ригу приближается Василий Цунами-Царьков. Возвращается, знаете, так можно сказать, Василий Цунами-Царьков возвращается. Да, мы его на крупных турнирах последние... Ну, я вот его последние года полтора, наверное, не видел. Он официально уходил, скажем, он больше официально уходил и говорил, что все, оставляет профессиональное единоборство, потому что сделали предложение по работе, по профессии. Парни нужно жить, развиваться, и сейчас официальное его возвращение будет большим решением. А у него ведь очень неплохо карьера профессионально развивалась, у него серьезное любительское достижение за спиной, мастер спорта и по рукопашному бою, и по боевому самбо, и мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта в Кубе. Мы, любители, я как говорил, любители единоборств должны его помнить, бои на файт-найте. По красному углу. Его рост 178 сантиметров, вес 82 килограмма. Профессиональный рекорд 24 боя. 13 побед при 11 поражении. Мастер спорта по панкардиону и боевому самбо. Чемпион Украины по панкардиону 2011. И серебряный призер Чемпионата мира по боевому самбо 2010. Представляющий клуб «Оплот» Украина Евгений Фоменко. И его взгляд в синем углу. Бойцу 29 лет. Рост 170 сантиметров, вес 82 килограмма. Профессиональный рекорд 5 боев. 5 побед. Ни одного поражения. Мастер спорта по рукопашному бою. Боевому самбо и кикбоксингу. Чемпион мира по кикджитсу 2008. Призер Чемпионата Европы по джилджитсу 2003. И чемпион России по рукопашному бою. Дамы и господа. Представляющий спортивно-патриотический клуб «Яропол», «Красногорск», «Россия». Нестающий поражений. Василий Царьков. Ну вы все слышали. Дорогие друзья, и пусть вас не смущает, это скромный рекорд 5 боев. Зато все 5 побед. Дело в том, что, как Максим сказал, была попытка завершить с профессиональными единоборствами. Но, я не знаю, может быть, его тянуло, может быть, не мог он преодолеть себя. Потому что, знаете, бойцу, который всю жизнь с детства провел в ринге в клетке на ковре, очень тяжело начать новую жизнь за пределами ринга. Да, плюс еще мы не знаем о нюансах. Может быть, поступило предложение интересное по финансам и по потенциалу, чтобы повернулся в единоборство. Поэтому, плюс сейчас мы слышали, Василий Царьков представляет клуб «Ярополк». Местный серьезный клуб с, наверное, серьезными очень амбицийными задачами. Поэтому будем надеяться, что Василий вернулся серьезно надолго. Очень амплитудный тейкдаун. Но, смотрите, Василий сразу встал на ноги. Вообще, хочу сказать, те, кто понимает, что такое спорт, должны понимать, что возвращаться всегда сложнее, чем начинать заново. Потому что ты знаешь, как это тяжело, как много надо отдать силу. Вот это нокаут, вот это тяжеленный нокаут. Смотрите, левый сбоку. На отходе пропустил Василий Царьков. Смотрите, это вот на тему возвращений. Это все-таки очень сложно. И единоборство вероятнее всего, что чаще всего... По моему тренерскому опыту, кто ушел на полгода, как правило, уже не возвращается. Даже на полгода. А если перерыв был в два года, ну... Нет, если возвращается, то результат не очень позитивный, так скажем. Это по традиции. Входить надо... Входить надо тоже, как будто начинаешь заново, очень постепенно. Да, пропустил тяжеленный удар. Понимаете, будучи чемпионом, начинать свое возвращение надо все равно с бойцов низкого уровня. А ты себе не можешь это позволить. Ты же дрался с сильными бойцами. Многие пытаются свое возвращение начинать сразу с сильных боев. Это ошибка. Надо преодолеть гордость свою и заново пройти всю лестницу. Причем парень, Евгений Фоменко, я его помню по промоушену Fight Nights, он точно там дрался и очень классные бои там закатывал. Плюс финалист чемпионата мира по боевому самбо. Все-таки серьезному очень турниру. Левый сбоку в подбородок. Левый сбоку. Василий пытался разорвать дистанцию, начал отходить прямой линии назад. Вот вам и сенсация, наверное. Я думаю, что уж точно сенсация. Никто не ожидал, что чем-то подобным закончится этот поединок в первом раунде. Нокаут. И вы знаете, друзья, у нас уже удивительная тенденция на сегодняшнем вечере. Я вот такого не припомню. Мы привыкли, что наши бойцы безоговорочно побеждают и изредка отдадут один бой кому-нибудь. Сегодня абсолютно все иностранцы одержали победу.